Малком и опять под свою ливенькую. Хороший заброс на Кузяева. Кузяев его выжимает. Никитин, подача Сутермина. Клаудиньо. Классно! Вену 1-0! Зенит, это было классно, это было здорово. И это было очень мастеровито. Андрей Мостовой у мяча. Разбег, удар. И Ломаев спасает свою команду. Однако на добивание успевает сам Мостовой. Выводит свою команду вперед. Сейчас вот Ломаев, кстати, более активно двигается. Кузяев бьет. Ломаев ждал удара. Реагировал по удару, но пропустил. Длинный перевод по диагонали, но здесь должен справляться Бейл, Ежов. И опять прессинг «Зенита» срабатывает. И довольно быстро петербургский мяч себе возвращает. Мостовой красиво, очень красиво! Удар! Охо-хо-хо! Как здорово разыграли! И как классно забил Мостовой! Вот Мостовой, кстати, Малком вернулся на свой правый фланг в этой моменте. Мендел! Кассиера! Мендел! Гол! Сейчас такая была игра крупными планами. Два партнера по хорватской сборной у нас появились. Ловран и Едвай. А в атаке «Зенит»! И, может быть, не… Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, ну что за украшение, что за жемчужина этот Клаудиньо! По ноль! Я хотел сказать, что, может быть, не стоило ему цеплять этот пас, не ему шел мяч. Но он не только зацепился, развернулся, хватило координации и уложил в угол. И Бакаев. Старт с линии оффсайдер. Сейчас у него… Он свеж, но против него и Зидор. И пас отдаёт Бакаев! И… Вот это да! Бакаев плюс Сергеев. Вот это да! Бакаев ещё не был. Вот это да! Да, вот так вот. То шесть, то пять, то четыре. Локомотив пропускает Петербург. Ну, вообще говоря, первый тэп, который завершился со счётом 0-0, не предвещал такого, Павел, согласитесь. Клаудиньо, который нашими экспертами признан лучшим игроком сегодняшнего матча. Борёс! И там ещё рикошет сложнейший был. Да, и пришлось реагировать в последний момент. И момент на пятый мяч! И вот он, пятый мяч. И нету положения вне игры. Осталось, что неудел. Да, и опять обращаем внимание к вопросу о заменах Симака. Адамов. Передача. Сергеев. Болтан и спас. Мухин не дают Венделу пробить. Продолжается атака «Зенита». Малком! Ещё поперечная передача. Будет удар. Ну, скажем, почти всей командой в своей штрафной площади. Малком, удар! Гол! И всё-таки это обидно. Малком! Выждал «Зенит» тот самый единственный момент, когда можно было выкатить новую волшебную Малкому. И он, уложив в самый-самый уголок, здесь уже Акенфей выручить свою команду не сумел. Они смотрят с тех камер, с разных камер, с которых им нужны повторы. Поэтому вот повторы, которые мы вам показали, они видели удар. И сейчас просто на ушах весь стадион. Давно я не помню, чтобы так праздновали мячи. Сейчас розыгрыш. Ну, потому что поняли, что подавать уже, может быть, и бессмысленно. Вен дал. Прострел! Иван Сергеев отправляет мяч ворота своей бывшей команде. И это тоже важный момент, но... «Зениту» очень трудно сегодня дается этот матч. Именно с точки зрения реализации. Штанга и мяч витая Малка. Это была штанга до Жанейра, потому что после нее Малком все-таки мяч ворота затолкнул 2-0. Да, много у него не получалось сегодня, много он стердился сам для себя в том числе. Но в итоге забил. И уже победа «Зенита». И Дугласанта сейчас первая на подборе. «Зенит» действительно забирает и в начале второго тайма мяч. То, что мы видели на протяжении большей части первых 45 минут. Другое дело, что всего один удар в створ. Ох, какое открывание! Кузяев! Попазут, спасают! Удаст! Гол! Малком! Малком, Малком! Вот поругай Малкома! А он все-таки дождется своего момента. Не зря он был в «Барселоне». Итак, это всего второй гол «Зенита» на выезде. Они ведь, в принципе, должны были предполагать, что рано или поздно им придется идти вперед в той ситуации, когда ты уже уступаешь в счете. А пока что «Венгал» один на вид передачи. Мостовой 2-0. И это уже классический такой «Зенитовский» гол. Ошибки в защите. Ну, а второй мяч... А второй мяч мы увидим чуть позже, потому что сейчас мы видим третий и второй гол от Малкома. Малком оформляет дубль 3-0. «Зенит» пока проводит свой однозначно лучший выездной матч в этом сезоне. И, похоже, близок, чтобы избавиться от нуля. Удар 4-0. Это Родригао. О, Родригао с первым мячом за «Зенит». Посмотрим, что будет со стандартами во втором тайме у «Зенита». И не только стандартами, а стандартов много. Подача Кассира. До мяча не добрался. Лобран. О, с мячом удары. Гол! Вот так вот забивает Лобран какого-то... Ну, не то чтобы дурачка. Да, сейчас удалось туда протолкнуть мяч ворота. Свой гол «Зенит» заслужил сегодняшний матч. Малкома встречает Глусевич. Малком может середину блеститься. Нет, он отдаёт на Кузяева. И дальше снова Малков. Снова Малков. Снова Малков. Мостовой. Мостовой. Ему никто не мешает. 2-1. 2-1. И Андрей Мостовой блестяще. Просто блестяще исполняет Андрей Мостовой. В эти же ворота он забил мяч, который придёт ничью «Зениту» в прошлом сезоне 1-1. И сейчас кладёт точника в нижний угол. Просто что ни удар, особенно вот такой обводящий, был пул. В штрафной площади покатил налево. Здесь уже оказался Малком Дугласантос. Прострел. Опаснейшая ситуация. Не дали Сергееву подставить ногу. Ну, а «Зенит» опять в атаке. Удар Вендола. 1-0. На третьей минуте матча. Сан-Бо-де-Жанейро. Да. И так быстро в этом сезоне ещё никто. В Санкт-Петербурге здесь не пропускал. Так, нет офсайда. И можно забивать. 2-0. Кузяев и Сергеев. Момент, который много обсуждали в игре Крыльев и ЦСКА, когда подкат был Гленбейла под Мойзиса. Да, и он сначала сыграл мяч, потом в ногу. ЦСКА призналась, что там была ошибка. А здесь будет ли третий гол? Три-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Ну-оль. Далер, Кузяев. Шёл плюс-пад сегодня. Вот так быстро причём. Про это у него случилось. Разница буквально в 4 минуты. Есть, кстати, прямые авиарейсы. Так что, действительно, это открытие аэропорта как нельзя кстати для Оренбурга. Так, мостовой, мостовой, Малком, удар поворотом, четвертый. Не случилось на 25-й, произошло на 29-й. Зенит 4, Оренбург 0. Ну да, и все-таки были даже пять пропущенных мячей против Локомотива, что уж говорить. Да, удар поворотом, мамма миа. Красиво с одной стороны, да, эффектный удар, с другой стороны опять же без сопротивления его наносит Вендал. Там два гола забил Джимми Марин, или Химми, как можно сказать на испанский манер, но по старика страна с серьезным американским влиянием. Сергеев, автогол, его только не хватало еще, его только еще не хватало Оренбургу. Но это, знаешь, это уже выстрел в голову. Вера уходит. Ни Вера, ни Любви, ни Надежды. Больше сегодня нет для Оренбурга. Но совсем скоро все продолжится. В том числе... Для Зенита и для Малкома. Скажите, что там не было офсайда. Но Малкома очень рад для этого мяча, хотя он не седьмой в сегодняшней встрече. И просто фантастический гол. Просто масса людей, которые приходят целыми темами с маленькими детьми, девушками. Замечательно. Это просто совсем другая история. Кассиера с мячом. Оп. И Венделл вышел на хит. Три. 8-0. Норман момент. Сергеев решать мостовой. 1-0. Привезли сами себе динамовцы. И ошибся новичок команды. Магнус Норман. Грубейшая ошибка. И момент, и 2-0, Зенит берет три очка, вопросов нет. Ну какой молодец-то этот парень-то бразильский. Опять вышел на замену на две минуты, на две там на пять, и опять забил. Позже, чем следовало, но вообще это, собственно, и в школах преподают футбольных. А подкат как у Емельюхина, не просто достал мяч, но ощипся с передачи при этом. Мако! Один бой! Мако! Ласченко в парке Зенита забивает свой седьмой гол в чемпионате. Слушай, эффектнейший гол, эффектнейший. Не справился он совершенно со счетов, с учетом того, как он неплохо в матче кубка играет. Ну просто напомним, что Иван все-таки легионер. Внимание, игра! Стенку! Браво! Браво! Элегантнейший гол! Мини-футбольная бразийская красота! Вэндель, 2-1! Малков. Передача в разрез на Кузяева! Браво! Выверено, да, с вращением от себя. Бьет в этот дальний угол Кузяев достаточно сильно. Малков гол плюс пас. Начиная там с матча с Краснодаром, но вот мы видим другая связка ППЛС. Еще один отличный пас на Малкова! Один-один! Малков в таких ситуациях, конечно же, разбирается без всяких вопросов. Дуглас Сантос. Караваев удар поворотом! Гол! Вячеслав Караваев открывает счет на 22-й минуте. Мостовой. Подача. И та же история, да приходит мяч к Клаудинио. К Клаудинио на поворотах, гол! Как будто бы голы-близнецы забивает Зенит. Идет мяч на противоположную сторону штрафной площади. Здорово сейчас сыграл Клаудинио. И остановил мяч, и потом пробросил мимо защитника и пробил. Красота Клаудинио. По очечку и там, и там забрал. Караваев по штрафную Сергеев. Рядом Малков. Удар поворотом 3-0. Зенит повел. Со счетом 3-0. Малков. Девятый гол Малкова. Резервный армитр Иван Сиденков. Делегат матча Ильдар Зарипов. Сергей Мацюра, инспектор. Ну и за видео повторы отвечает Антон Фролов. Ему ассистирует Алексей Воронцов. Внимание, атака через него фланг прострел. И первый голевой момент завершается с забитым мячом. Иван Сергеев продолжает свои голевые подвиги. Первый Джон Дак и завершается голом. Футбол с контролем мяча. Но для такого футбола, конечно, еще исполнители нужны. Классный Венда. Подпадает этот мяч. Отбежал Дугушича. Малков. Выход 1 на 1. И вытаскивает Джон Дак. Еще одна попытка. Малков. Это нокаут. 11-я минута 2-0. Но как-то беспечно, да, защитники Сочи в этом эпизоде действовали. Балков второй раз практически без сопротивления. Десятый гол. Дуглас Сантос подачу делает на дальнюю штангу. Момент голевой. Караваев. Уйма времени. Прострел и гол. Иван Сергеев забивает свой фирменный гол. Под названием Прески. Вот. И они встретились так там 30 лет назад. Это было, правда. Очень давно. Внимание. Момент для обводящего. Утара. Гоу. А вот и претендент на звание самого эффектного мяча. Этого матча. Да, там один Малков его обыгрывал. Какой-то другой невидимый Малков тоже мешал. Внимание. Это Сантос и его проход. Малков. Пасовый на Клаудини. Клаудини дальше. На Бариуса. Галю. Это Бариус. А когда он вообще последний раз забивал, хочется спросить, да? Когда он последний раз так забивал. Шарахнул, что есть мочи. Откровенная игра, да? С одним беднягой там Мещаниновым, который остался 1-2-1 с Малковым. Маклодис все снорожает. Ой-ой-ой, какой Юсупер сделал передачу. Что вы троеете, Юсупер? Это вот, мне кажется, квинтэссенция, да? Игры Сочи сегодня в определенной степени. Беру свои слова, Бравка, да, по поводу вот таких переводов Юсупова. И еще один перепад. Это Сатос, вперед прошел, он тоже хочет забить. Передача, агон! 7-0. Далер Кузяев и Матвей Сафонов. Бьет не очень сильно, но с какой уверенностью вкатывает этот мяч в левый от вратаря угол. Далер Кузяев. Зенит начал давить, Зенит атакует по даче. Семенов уже выигрывает эту борьбу. Мостовой! И поздравляет тебя Мостовой с днем рождения 2-1. Да, 25 лет ему сегодня исполнилось, и это лучший подарок. Пока не дают отмашку. Но мне кажется, что Шапича выпустит именно в линию обороны, но не вместо защитника. Потому что там не налит Олега, можно выпустить в опорную зону, то есть выдвинуть его туда. Хороший пас проходит и гол! Вот так вот Зенит все-таки на 70-й минуте вскрывает линию обороны. Малком забивает 12-й мяч. Можно вполне найти. Но тот, кто поставит перед собой такую задачу, обязательно его найдет. Один в один. Гол-близнец. Поэтому хорошо сдался и скажет, что делать. Кассиера вырезает передачу на Монтуана. Здесь уже немного другая позиция. Пас на Клаудиньо. Гол! 2-0! Но теперь тяжело будет Аппеда совсем отыграться. И, конечно, выход к Клаудиньо становится фактором икса для этого матча. Здесь двойная стенка. Зенит плюс Нишки. Это фальш. Стенка от Зенита. Да, удар, это гол! Это феерический удар Мокова! Зенит наконец-то забивает со штрафного! Вот он с мячом. У него очень хороший дистанционный удар, но пока идет розыгрыш. Круговой. Круговой. Заработавший пенальти, кстати. Круговой подача с правой ноги! И... Гол! Малком забил головой! И Малком оформляет дубль. Но здесь столько было пространства, столько свободы. Где центральных защитников? И мостовой. Появится на поле Густаво Монтуа. Мостовой. Масаэра пытается его догнать. Мостовой режет угол. Один в один. Мостовой против Масаэра. Сохраняет тэщ Андрей. Катит дальше на Ерохин. Вау! Вот так шлепнул! Александр Ерохин! Да, и сами химчане свою атаку остановили. Начинают быструю атаку Зенита, которая через мостового начинается. Сергей Симак предрекал обоюдоострую агрессивную игру. Хороший пас, какой проколик у Венделла. И великолепная передача! Гол! Это Малком! Ну и поздравление Малкому. На один гол он приближается в списке снайперов Квинси Промесу. Без Академии Зенита приходили на эти матчи. Здорово целыми семьями приходят. Сейчас Малком. Да, здорово разгоняется Малком. Забегает на дубль. Удар и гол! Догоняет Малком Квинси Промеса, забивая свой уже шестнадцатый гол. Малком поднимает руки на правом фланге. Не видит его пока партнера. Вот сейчас, может быть, от Венделла пойдет на него пас. Да, Малка получает отличное сбегание от Адамова. Освежил он в этой ситуации фланг. Прострел, удар и гол! Это Мантуар! Он забивает победное. Вот на это специализируется Саша. Да, но забивает-то он не так, как всегда. Не ногой из своей любимой точки, а головой. И арестативная передача от Адамова. После Урана локомотив на выезде. Потом еще Ростов. Потом дома Динамо. Такой отрезок-то непростой. Непростой. Ну и Урал. Соперник непростой по-прежнему. Клаудиньо. Подача! Ударный гол! И забивает Иван Сергеев! И забивает головой, Саша. Конечно. Забивает головой. И сразу показывает, чего стоит Сергеев. А чего стоит Касьерра. За 15 минут до конца этой встречи Сенит повел 1-0. Двенадцатая. Наклевывается. Посмотрим, удастся ли ее заключить. Но наименее крупный из всех, да, Саша? Если это произойдет. 7-1, 5-1, 3-1. Тут близко нет. 4 было тоже. Ох ты, какой момент! И гол! И все-таки забивает Зенит. И все-таки забивает Сергеев. Опять Дубль. После выхода на замену. Все работают за единым. Дуглас. Вендел. На Малкому перевод. Малкому пока сковали направо фланг. Но вот Вендел вырвался. И ударил. И пробил. И гол. Дальний угол. Как они чувствуют друг друга Малкома, Вендела? 1-1. Вот он, Зенит, включившийся в работу на полную катушку. Сравнивает счет. Сильный удар. Но Ландратову здесь было очень тяжело. Что-то противопоставить такому удару. Малком. Дуглас Сантос. И издали бьет. Опасный отскок. И несчастье для Локо. Сильный удар. Хороший удар. Не пропал. От своего игрока мяч заскакивает в сетку. 1-2. Ну да. Зенит включился. Включился Зенит. Ну что тут можно сказать. Я бы даже не считал это автоголом. Защитник делал все, чтобы заблокировать удар. Шесть пенальти уже забито в этом туре. Пауза, удар и гол. Малком выходит на первое место в списке лучших стайперов чемпионата и по системе гол плюс пас. И приходится Зениту искать возможности проскочить. И удается это сделать Венделу. Пятером атакует Зенит. Семь игроков Динамо. Ух ты, какой удар и голище! Это Малком! Он вернулся! И может забивать не только с пенальти в этом матче, но и с игры. Красивый, фирменный, породистый. Яркий удар в исполнении Малкова. Это его любимая траектория. Очень красивый гол, очень. Ринан сегодня не без ошибок опять. Вот она ошибка. Ошибка, которую совершает Майсторович на 87-й минуте. Мостовой. Малком. Мостовой за спину. Мостовой. Гол! 3-1! Разыграли все-таки они, мы говорили. В этом двустороннем сценарии Зенит может третий гол отыскать. Браво, Андрей. Лучший бомбардир. Мир российской премьер-лиги забивает свой очередной мяч. Не останавливаясь полностью и пробил аккуратно по центру. Ломаев гадал, завалился в угол. 1-1. Наоборот должно быть, да? Кассиера на Малком. Получается иногда и так. Малком. Малком он везде. Традиционный попадает в лицо Бабкину. Чудесаре восстановления. Клаудиньо бьет и пропускает Ломаев. 2-1. 2-1. Зенит не просто отыгрывается, но и достаточно быстро выходит вперед. Клаудиньо. Не так часто забивающий в этом сезоне. Прогресс и качество в результате. Об этом говорит и сам Симак в своих интервью. Но рекорд, кстати, 22 победы. Внимание, Малком. Малком готовит обводящий удар и попадает в ноль. Но он безупречен. Король российской премьер-лиги. Как он укладывает эти мячи тур за туром. В дальние углы обводящий после финтов. Ну, настолько он непредсказуем. И побежали в контратаку петербургцы. Мяч сыграно. Исанский не успел. Сергей. Плохая передача на Мукуана. Заваливается. Продолжается борьба. Рядом опять Сергей подбирает мяч. Сергея. Зачем он отдает? Даже и партнеры Сергеева не поняли, зачем это. Но вот он момент. И это хэт-трик. Что он делает с нашей лигой? Что он делает с соперниками? Малком прекрасен. Да, слушайте, а я все ищу аналог какой-то. Вот чтобы был... Внимание! Ох, ошибка-то какая. Сергеев не забивает. Чисто все. Игра продолжается. Заломает момент. И это Покер. Он 4 забил. Так что мы с тобой в великолепной компании находимся. Почти уже. Ох, какая ошибка Селихова. И мяч в сетке ворот. Но кто мог представить себе, что мяч, который, конечно, должен бы быть забит сегодня, будет забит вот так. Александр Селихов просто уронил, возможно, чемпионский гол в собственные ворота. Вся скамейка Спартака сейчас аплодирует все равно. Понимаю, какой трудный это момент. Малком получает передачу. Идет вперед. Его вдвоем встречают товарищ Эдуарде. Касьера отыгрывает в одно касание. Кузяев подключает к этой комбинации Дугласа Сантоса. И снова Далер Кузяев. Линия поля. Подача. Чернов ставит голову. Дуглас еще на повторная передача. Клаудинио стеночка с палком. Еще на передачу Мостовому. И Мостовой вкатывает мяч в ворота. Четвертый гол. Поздравляем Александра Мостовому. Вот развивается комбинация. И бьет. Там еще и небольшой рикошет. Видимо от товарища. И поэтому мяч катится в ворота Сельхова. А Сельхов смотрит за этим в оцепенении. Даже не пытается прыгнуть в эту сторону. 2-1. Возвращает мяч в центр Венделу. Вендел пошел обводить. Он это умеет. Подача. Холосевич здорово сыграл. Эльмар Бариус. Кузяев. Бариус распоряжается мячом передачи. Монтуану. Монтуан. Прострел. И гол. И гол забивает Дзенит. И это делает Иван Сергеев. Мы решим сейчас его поздравлять. Комбинает. Чего стоит этот мяч? Какой важный мяч? Конечно, его назовут золотым голом. Комбинает. 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 Продолжение следует...